всем привет с описанием и дизайнерскими фишечками 22 жор мы разобрались в прошлом видео а сейчас я отвечу на главный вопрос как же они ведут себя на паркете как и всем джорданам 22 также требуется какое-то время на разбивку кроссовки обладают достаточным количеством набивки чтобы быть комфортными почти сразу из коробки но амортизации требуется 2-3 тренировки чтобы начать работать так как это задумали создатели я изначально поставил под пятку сдвоенный зум и мне его хватило на довольно долгий период правда со временем он стал терять свои свойства и я заменил его на под с air и можно сказать подарил кроссовкам вторую молодость этот под намного мягче особенно по сравнению со стоптавшимся зумом приземление на пятку стали не просто комфортными а просто нереально мягкими но с пяточным подом есть один нюанс порой я чувствовал его а точнее то что он не одно целое со всей остальной медсолью это чувство сложно описать но в некоторых ситуациях ощущается как под немного смещается в вертикальной плоскости относительно подошвы напомню что он опирается исключительно на подметку и даже у некоторых судя по отзывам в интернете рвалась подошва как раз под пяточным подом но у меня такого не произошло пока не произошло передней же части пилон хорошо справляется со своей работой и сейчас не отлично но более чем достаточно напомню что под метаторзальной костью под изума но не ждите от этих кроссовок чудес плане чувства корта для первых и вторых номеров медсоль будет ощущаться немного массивной тракция также на хорошем уровне да она не идеально и порой в пыльных залах проскальзывания случались но они были достаточно плавными контролируемыми и редкими чтобы особо не мешать игре вообще кроссовки достаточно массивные при нынешних реалиях их 523 грамма для некоторых даже могут показаться чрезмерными но у меня это совершенно не напрягало зато у этих кроссовок все отлично с безопасностью стопу не крутит и она надежно зафиксирована достаточно высокой шнуровкой опять же для тех кто привык низким шузом это может мне понравиться так как подвижность голеностопа снижена в году безопасности зато можно совершенно не переживать за ноги при приземлениях на кого-либо я в них отыграл полтора сезона и ни разу не травмировал каким-либо образом стоп еще в сети достаточно часто встречается нарекания на и лэй слог мол бесполезная и мешающая штука но мне напротив удобно им пользоваться сначала затягиваешь шнурки до него а потом спокойно занимаешься верхними двумя петлями желание от него избавиться не было ни разу вентиляция ну она есть да это не 21 джорданы и работа над ошибками явно была проведена брендом вентиляционных отверстий не так уж и много и все дело скорее всего в материале выстилающим кроссовки изнутри он отлично отводит влагу от ваших ног и более-менее сохраняет их в сухости скажем так вентиляция на том уровне чтобы не обращать на нее внимание нет паровой бани и хорошо вот носкость 22 жор вызывает определенные вопросы но с оговоркой дело в том что моя пара 2007 года выпуска и клей перестал справляться со своей задачей постоянно отклеивается подметка в месте натяжения отклеивается носок и боковые воздухозаборники но думаю это больше проблемы возникшие из-за возраста моей пары они конструктивных просчетов в остальном же кроссовки очень крепкие а настоящая кожа из которой выполнен вверх почти не убиваем а также отклеивается кожа от боковых воздухозаборников из-за того что я очень сильно затягиваю шнурками верхние петельки но это никак не сказывается на уровне фиксации целом же модель получилась интересной комфортной и качественной да может быть это не самые лучшие кроссовки бренда за всю историю но далеко не самые худшие они отлично подойдут форвардам и даже за 10 лет остаются вполне себе играбельными и комфортными и баскетбольными кроссовками но я не буду советовать их покупки лишь по одной причине свежих выпусков насколько я знаю еще не было и непонятно какого качества будет ретро релиз а покупая кроссовки из оригинального издания такие как у меня вы рискуете и столкнуться с моей проблемой высохшим клеем спасибо что смотрите мои обзоры на сегодня все встретимся под кольцом с ночи-бучи